Музыка На самом излёте нынешнего лета в курортном районе Санкт-Петербурга прошёл первый казачий праздник Сестровецкая Сечь. Мероприятие было организовано муниципалитетом города Сестровецка, сотрудничеством с казачьим приходом Церкви Тихонской иконы Божьей Матери. Праздник состоялся накануне начала учебного года, и потому по завершению литургии настоятель прихода архимандрит Гавриил совершил молебен для приступающих к учёбе казачат и всех учащих и учащихся прихожан. Поехали в послании на упраков всех духа при мудрости и разума, и ответствии ум и уста, и просветите сердца их в препятствии наказанию добрых учений Господу молится. В это время в Царской библиотеке духовной литературы завершались приготовления к выставке, посвященной военной истории России, роли казачества в становлении и расширении границ нашего государства, горестям и победам казаков на протяжении всей истории вольного народа, сослужившего добрую службу русскому престолу и практически уничтоженному большевиками. На территории перед духовно-просветительским центром уже развернул свою работу павильон с учебно-методической литературой, предназначенный для школьников и учителей средней школы. Книги издательского дома Литера для безвозмездной раздачи предоставил общине региональный общественный фонд «Берега». Казаки конвоя памяти святого царя-страстотерпца Николая II оформили стенд, посвященный историческому оружию и мундиру. Вахмистр конвоя Илья Пивник продемонстрировал казачий мундир 1812 года, реконструированные меч и доспехи XIII века, кители фуражку офицеров лейбвардии казачьего полка времен Первой мировой войны. На стенде было представлено и оружие – шашка, сабля и револьвер системы «Наган». Неожиданным артефактом, украсившим казачье праздничное собрание, оказался мундир литовского Уланского полка времен Наполеоновских войн. Продемонстрировал его на себе мастер реконструкции Сергей Григорьевич Уланович. Кстати, навершия конвойского штандарта в виде двуглавого орла по модели Ильи Пивника изготовил именно Сергей Григорьевич. Таких наверший на сегодня изготовлено уже 15 по числу подразделений Всероссийского конвоя памяти. Городская администрация в поисках площадки для проведения праздника остановила свой выбор на прихрамовой территории церкви Тихвинской иконы Божией Матери. Это место последние годы стало известным среди жителей и гостей города. Международная картографическая компания «Два ГИС» на своих картах поле чудес пометила как объект, имеющий народную популярность. Название празднику «Сестрорецкая сечь» придумали сами городские чиновники, что оказалось приятной неожиданностью для сестрорецких казаков. Перед сценой, устроенной на фоне площадки «Поле чудес», были выставлены сказочные персонажи – Буратино, Лиса Алиса и Кот Базилио. Народ широкий, мощный, вольный, всегда во всем вы хороши. Вы терпите, когда вам больно, и веселитесь от души, вы зорко бдите честь державы, лицом бить в грязь вам не с руки. Казачеству поем мы славу. Вам, Люба, братья казаки! Открыл праздник настоятель церкви Тихвинской иконы Божией Матери архимандрит Гавриил Коневиченко. Дорогие и возлюбленные во кресте братья и сестры, сердечно поздравляю всех вас с Ореховым Спасом, а также с нашим казачьим праздником Сестровецкая Сечь. Мы благодарим прежде всего власти города, муниципальный совет за такой прекрасный праздник, который вы вместе с нами организовываете здесь впервые перед зданием Духовно-просительского центра у храма Тихвинской иконы Божьей Матери. Праздники такого формата, они возрождают православное казачество. А мы с вами знаем, что в начале 20 века была страшная трагедия, когда к власти пришли богоборцы. Тогда была издана секретная директива 24 января 1919 года Ленина, Свердлова и Цюрюпы о поголовном уничтожении казачества. До 5,5 миллионов казаков были жестоко убиты вместе с членами их семей. Началась страшная гражданская война. Брат пошел на брата, и как свидетельствуют историки, на брата и пуля точнее, и сабля острее. Это страшная трагедия. Часть казаков вступили в ряды добровольческой армии и полегли в неравной борьбе на бескрайних просторах нашего государства. Другая часть ушла в эмиграцию. Уничтожалось священство, разрушались храмы. На другом берегу озера разлив Ленинский мемориал. Это мемориал того идеолога, из-за которого погибла Великая Империя. Но мы здесь, на этом берегу, создаем наш царский мемориал. Бог поругаем не бывает. И нашей казачьей общине уже 15 лет. Ее представляют Невская сечь, Петербургская станица, конвой памяти государя императора Николая II. Казачество сегодня это памятник нашей культуры, нашей традиции, нашей самобытности и воинской культуры. Казачество стоит сегодня на страже духовной безопасности нашего государства российского. И сегодня для вас казаки приготовили музыкальные подарки для всех благотворительная раздача литературы, для детей дошкольного возраста, младших классов, старших классов. А в библиотеке памяти государя императора Николая II на втором этаже можно ознакомиться с казачьей литературой. Всех вас, дорогие братья и сестры, с праздником! Божьей вам помощи, Божьей милости, Божьей благодати и здравия на многое и благое лето! С праздником! Почетный житель Сестроецка, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ваймер, поздравил всех собравшихся с праздником казачьей культуры. Уважаемый батюшка, я хочу поздравить вас от всех депутатов Санкт-Петербурга нашего парламента с праздником! Да, не 20, не 100, не 150! Если в целом посчитать, то историю-то, конечно... Но 9 лет именно здесь, в курортном районе, в городе Сестроецке, благодаря батюшке, вот сегодня можно не просто сказал и ушел, и забыл, а историю казачества нашего государства. История казачества, об этом можно говорить много, и надо знать. И хочу сказать вам огромное спасибо, товарищ Аксакал, что вы не забыли ни Ростов, ни Краснодар, и помните Азовское море и всю историю казачества. Прошу, подарите нам пару книг, чтобы это можно было говорить у нас в школах, потому что у нас много оттуда земляков, которые с большим удовольствием читали бы, знали бы, и пусть в библиотеках у нас тоже это будет. Это история наша. И самое главное, не забывать, помнить, говорить об этом, потому что без этого, ну, не будет истории. И забудут, и на этом все. А сегодня есть возможность, благодаря казачеству нашего Сестроецка, не побоюсь этого слова, курортного района, благодаря нашему батюшке, и вам, которые сегодня здесь стоят, в красивых нарядах казаков, хочу сказать огромное спасибо. Не надо бояться, а надо. Главная задача, они, наши отцы и деды, сражались с врагами, которые приходили сюда не с добром, а с оружием. А мы должны помнить, которые не видели войну и не участвовали в войне, потому что главное помнить и не забывать. А вот вы как раз сегодня, те казаки, которые не боятся, не оглядываются, делают все для того, чтобы история была доступна для нашего молодого поколения, для наших наследников нашего государства российского, нашей России великой. Пусть знают, пацаны, там героев было много, там защитников отечества было много, и у царя стояли непредатели. И хочу вам сказать еще раз, с праздником, здоровья и удачи! Поддерживали и будем поддерживать обязательно все, что связано с казаками. От лица администрации города участников праздника поздравил депутат Сестрорецкого муниципального совета Юрий Козырев. Решите поздравить вас с этим первым замечательным праздником и поблагодарить отца Гавриила. Он является не только духовным, но и инициативным человеком, благодаря которому в нашей жизни, в нашем городе происходят вот такие замечательные праздники, связанные с историей, связанные с жизнью. И вообще, я думаю, люди немножко соскучились по мероприятиям. Всех поздравляю с этим замечательным днем. За большую общественную работу и помощь в проведении праздника от лица администрации города Юрий Козырев вручил благодарственные письма атаману Игорю Фоменко и архимандриту Гаврилу Коневиченко. Сам Юрий Козырев во многих мероприятиях казачьей общины принимал участие. Благодарный за такую активность, архимандрит Гаврил вручил Юрию Юрьевичу памятный знак. Плодотворное сотрудничество с пресс-службой администрации также не осталось без внимания духовника казачьей общины. За подвижнические труды и жертвенное служение на благо нашего города медалью «Слава женщинам-казачкам» награждается Хромцова Яна Рейновна. Спасибо большое, дорогие друзья. Служу Сестрорецкую, нашему родному, любимому городу. Праздничную программу продолжили казачьи коллективы Санкт-Петербурга и Сестрорецка. Сестрорецкой казачьей общине в этом году исполнилось 17 лет. И за эти 17 лет активность Тихвинского прихода не только не затихла, но развернулась во всю ночь. Об этом красноречиво и подробно рассказывает интернет портал сестрорецк.ру. Благодаря невероятно активной и деятельной позиции настоятеля храма и духовника курортного отдела Ставропольского казачьего войска архимандрита Гаврила Конюченко, Тихвинская церковь, Духовно-процедительский центр города Сестрорецка и Царская библиотека духовной литературы стали местом притяжения серьезных, патриотически настроенных деятельных людей. Опыт, накопленный духовником общины, оказался востребованным в Совете по казачеству при президенте Российской Федерации, состав которого архимандрит Гаврил Конюченко введен весной 2021 года. Сохраним, да множить будем, славу дедов и отцов, душу Богу, сердце людям, есть девиз у казаков. Возвратишь, Русь святая, да покайся за царя, на коленях умоляю, пусть Господь хранит тебя. Атаман, лихой казачья доля, любо, братцы, любо, пропоем, Славься дивный край, широко полен, Верный конь, да гайка, да копьем. Ансамбль «Казачья Русь» под руководством лауреата многих конкурсов Дмитрия Алиева-Владыкина также исполнил несколько песен. Ехали казаки над клубаней рекой, А навстречу машет девушка рукой. Эй-эй-эй-эй-эй, над клубаней рекой, А навстречу машет девушка рукой. Эй-эй-эй-эй-эй, над клубаней рекой, А навстречу машет девушка рукой. В библиотеке Духовно-просвидетельского центра депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Александровича Ваймера, заинтересовала тема казачьего воспитания и обучения. Казак конвоя памяти святого царя Сторстотерпца Николая II, атаман станицы Никольская Вячеслав Анатольевич Поляков горячо и обстоятельно провел экскурсию по экспозиции и назвал несколько авторских книг, раскрывающих современный положительный опыт организации казачьих учебных заведений и казачьих классов в обычных школах Российской Федерации. Все это, в общем-то, о казачестве. Это да, это Азов, да, Азов. А скажите, пожалуйста, в школах там преподаются, есть учебники. Вот, это мне важно. Вот они учебники, которые изданы. Вот это мне очень важно. Вот там, где казачество было, есть. Я имя Краснодарский край. Да, в Ставропольской области, Ростов. Есть, кем они все живут. Да, да, да. Это здесь, кем они принадлежали Ростовскую. Меня интересует, сегодня преподают? Преподают. Вот они издали учебники. Вот это важно. Мало того, они издали учебники, как бы в программе Краеведения, в программе Краеведения, у них есть Казаковедение. То есть это отдельно, вот такие вот учебники. Это по Ставрополию. Я вам покажу эти учебники. Очень по Донскому краю. Если у вас будет возможность, подождите, найдите мне вот это, вот чтобы я мог это показать, у нас не в отделе образования, а в комитете образования. Именно учебники 6-го, 7-го, 8-го класса. Я вот это сделаю. То, что вот это вот так. Это то, что нужно. Это очень хорошо, чтобы дети знали. Мы готовы здесь сделать учебники. И здесь по краю. Это то, что я хочу показать. Любовь мне, когда доль разливается, И зеленеют рощи по весне, И туман над ревой разделается, Ай, да чего жалю во мне. И туман над ревой... Невдалеке от концертной площадки шла активная жизнь на книжном развале праздничной ярмарки. Участницы замечательного приходского хора раздавали учебные издания для школьников и дидактические материалы для учителей и родителей. Книги раздавали со знанием дела и вниманием к каждому посетителю. А что вы книжки взяли, да, скажите? Внучки надо. В школу завтра пойдет, вот послезавтра. За мной подарки будут. Это уже я не первый раз здесь. Когда еще учились другие у меня, но теперь они взрослые. Я тоже покупала. Ну и брала здесь. Девочкам спасибо, они подбирают хорошо очень. Спрашивают, подбирают для нас. В преддверии Дня знаний благотворительно было розвано 4 тысячи экземпляров учебной литературы для дошкольников, младших и старших школьников. Активное участие в празднике приняли казаки Станицы Никольской. Казачьим оружием заинтересовался главный редактор газеты Общества экологии. Атаман экологической полиции при объединенной казачьей общине Невская Сечь Сергей Лисовский. Впечатление о празднике Сергей Анатольевич писал в своем контакте. Уважаемые друзья, поздравляю всех вас с первым казачьим праздником. И хочу сказать, что казачья община Невская Сечь 15 лет, как вы все знаете. И два года назад мы познакомились с батюшкой, с общиной и создали такую вот экологическую полицию при казачьей общине. И много дел уже, ну не так много, но уже успели сделать некоторые полезные дела в контексте вот того девиза, которым я придерживаюсь последние годы. Природа, Родина, народ. И казачество, как традиционная сила, оно обращает внимание не только на историю, не только на историю нашей державы, государства российского, не только на историю казачества, но и наше настоящее и будущее. Потому что, как мы все видим, сейчас и президент России Владимир Владимирович Путин и вообще во всем мире климатическая, экологическая повестка выходит на первый план. И казачество не может оставаться в стороне от этих глобальных тенденций. Невская Сечь, наверное, одной из первых, которая начала вот так вот, как организация, обращать внимание на эти важнейшие для человечества, для Петербурга, для России и для Сестровецка вопросы. Поэтому мы вместе с праздником служу России, служу православному казачеству. Всем здоровья крепкого и удачи! Руководство города планирует сделать казачий праздник Сестровецкой и Сечь ежегодным. Праздник был организован по государственной программе сохранения и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сестровецка. резко. Это хороший знак. В условиях, когда давление на страну извне нарастает, а нравственные нормы нашей жизни с каждым днем опускаются все ниже, становится очевидным, что невозможно строить здание новой крепкой России на изживших себя буржуазных основаниях. Новой России нужен фундамент, на котором она возрастала в продолжении тысячи лет после Крещения. Казаки – небольшой народ, пытающийся жить именно теми вечными ценностями. И потому именно на казачестве, в лице лучших его представителей, занятых делом, а не распилом бюджетов, может опереться власть сегодня. Нынешний праздник пробный, но можно быть уверенным, что казачья община, которая заложила традицию крещенских омовений в Сестрорецком и Ордане, озере Разлив, община, которая организовала грандиозный фестиваль «Сестрорецкие берега» с участием звезд российской страны, община, благодаря которой в Сестрорецке проводились знаковые спортивные соревнования и которые были вложены значительные средства благоустройства и благоукрашения города, казачья община храма Тихонской иконы Божьей Матери – надежный союзник в добрых и богоугодных делах. Обращаясь к казачьему народу, ко всему православному казачеству, хотел бы акцентировать внимание казаков на словах святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Святейший патриарх Кирилл говорит такие слова, что казачество – это та часть общества, которая в большей степени сохранила общинное начало и национальное самосознание. И как мне думается, казаки сегодня призваны стоять на страже, на защите духовной безопасности нашего государства российского. В это непростое время, когда идеологическими вызовами современности являются оранжевые, цветные и гибридные революции. И только казачество с его многовековой культурой, духовным укладом и воинскими традициями способно защитить наше государство, российское нашу святую Русь от ее врагов. По моему разумению, казачество – это то горчичное семя, которое на благодатной почве Церкви Христовой дает плоды во сто крат. И казаки твердо знают, что вместе мы сила, а порознь мы добыча для врага. Люба всему православному казачеству!